Я не помню случая, чтобы когда-нибудь, когда в Полине Ивановне бывала необходимость, она тотчас же не оказывалась на месте и непременно там, где была нужнее всего. Милосердие ее было искренне и естественно, будто она и не предполагала иных отношений между людьми. Милосердие 31 июля и прожила почти 80 лет, не дожив до юбилея полтора месяца. Она родилась в городе Иваново-Вознесенске. Отец ее был красный деревщик, а мать продавщица магазина. Жили они очень бедно, очень. У нее были два брата, которых она очень любила. Они умерли раньше, чем она. Она мечтала быть актрисой. Учился она очень хорошо. И мать, которая довольно неровно относилась к ее желанию стать актрисой, посоветовала ей все-таки, поскольку ее очень хвалили педагоги литературы, поступить на филологический факультет. И она в 1938 году из Иваново уехала в Ленинград. Она поступила на филологический факультет педагогического института имени Герцена. Проручилась там два года. И вдруг совершенно случайно видела огромное объявление, что при студии «Ленфильм» открывается мастерская экранного искусства Сергея Герасимова. Она немедленно решила подать туда заявление. Желающих было 1200. Отобрали 323 и приняли 22 человека. В числе принятых была Люба Соколова. Ее отличала сказочная красота. Русская красавица с огромными глазами, с замечательными чертами лица. И от нее веяло добром и теплом. Ей сразу Герасим предложил роль в массовке. И она в массовке танцевала на балу в фильме «Маскарад» с Мордвиновым и Тамарой Макаровой. Сегодня смотришь «Маскарад» и ищешь, где же тут Любовь Соколова. Молодая, в бальном туалете. Она делала два тура. Потом ей предложили сниматься в фильме. И это уже была роль «Фронтовые подруги». И больше предложений в этот момент не было. Она очень хорошо училась. И она влюбилась в Георгия Араповского. Такой был красивый парень. Она вышла за него замуж. И переехала к его родителям. Мать была заведующей библиотекой института Герцена. Но прожили они безоблачно один месяц. Потому что началась война. Они проводили старшего брата Георгия на фронт, откуда он не вернулся. Он сам хотел идти воевать. Но его не взяли. Не взяли, потому что у него были больные глаза. У него был больной человек. И они остались. Год 41-й и половина 42-го было очень страшное время. И Любовь Соколова всегда помнила это время. Никогда не могла забыть. Был голод. Уже не было никакой мастерской Герасимова. Все уехали из Ленинграда. И бедная Любовь Сергеевна делала все возможное, чтобы где-то раздобыть кусочек хлеба для мужа и свекрови. Они умерли. И муж, и свекровь. Оба. А у нее не было сил, чтобы их похоронить. Она оставила мертвые тела покойников в квартире, собрала пожитки и вела санки, еле-еле добравшись до общежития, там, где она когда-то жила. Она не могла прийти в себя. А потом ей удалось сесть в автобус, который шел на Большую Землю. И было очень страшно, потому что автобус был забит людьми. Повсюду стреляли. Бомбежка. Как они уцелели? Как она уцелела? У нее это осталось загадкой. Но она добралась до Большой Земли, села в поезд, билета никакого у нее не было, и уехала в Иваново к матери. И она долго не могла опомниться от того страшного факта, который был в ее жизни. КОНЕЦ Она приехала в Москву. Кто-то ей сказал, что всех тех, кто учились у Герасимова, принимают без экзаменов в АВГИК. АВГИК был в Алма-Ате. И она уехала в Алма-Ату. Долго она ехала до Алма-Аты. И там, в 43-м, стала студенткой ВГИКа. Она всегда помнила своих школьных учителей, своих преподавателей ВГИКа, Ольгу Пыжову и Бибикова. ВГИК она окончила в 46-м. И сразу после окончания ВГИКа была принята в Театр киноактера. А она ходила все время по студии в надежде, что у нее будет какая-нибудь работа. Тогда нельзя было предположить, что она окажется самой снимаемой актрисой в стране. Она снялась в массовке Юлии Райзмана в фильме «Поезд идет на восток». Грановская была самая близкая подруга. Соколовой. Люба потом получила маленькую роль в фильме «Повесть о настоящем человеке», где снимала с кадрочником. «Повесть о настоящем человеке»,